Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Дарой Кенебер, я приехал к вам из Астрахани, я практикующий психолог, игропрактик. И сегодня такой у нас варкшопчик, формат, когда мы будем с вами вместе общаться. И тема какая? Тема у нас токсичность на ролевых играх, откуда она, почему, как с ней бороться, какие кто-то видит методики, будем менять какие-то свои наработки. Я что-то расскажу, вы что-то расскажете. И так. Что вообще такое токсичность? Кто, как это понимает, определение? За шпар. Токсичность это когда ты вокруг себя создаешь атмосферу подобную токсичной. То есть человеку становится, скажем так, эмоционально некомфортно. Правильно? И здесь, ну, вообще, ролевое движение, оно, кто на заре застал, оно состояло обычно из двух категорий людей. Категории маргинальных какой-то, типа там, бывшие гопники, панки и прочие, которые сказали, что можно отправить на природу побухать. И категории, там, возвышенных таких людей, которые такие, о-о-о, там, выгодолки, там, профессор и прочее, да. И эти категории иногда с собой дружили, иногда между другими дружили. И вот, одни были понятными делами, другие были оргами, непонятно. Ну, соответственно, тоже там определенный элемент токсичности он рождался. Но, в общем и целом, в общем и целом, да, почему токсичность это плохо? Особенно токсичность на ролевых играх. Зачем мы приезжаем на ролевую игру? Чтобы пожить в волшебном мире, который создан силами, значительной группой людей, финансами, в течение нескольких дней. Зачем люди играют в игры? Найти новых людей? Со своими увлечениями? За удовольствием мы приезжаем, да? Ну, можем сказать, что человек приезжает на его за удовольствием. Возможно сформировать какие-то новые нейронные цепочки в своей голове, да? То есть, дети играют, допустим, в игры, дети играют активно в ролевые игры, там, казаки, разбойники, там, догонялки, там, не знаю, войнушек. И что, они формируют новые нейронные цепочки у себя в голове, да? То же самое и здесь, да? То есть, допустим, в психологии есть целое направление как трансформационные ролевые игры, да? То есть, если вы, ну, скажем так, не умеете использовать деньги, тратить деньги, да? Вы садитесь играть в какую-нибудь игру типа менеджера, типа монополии, и играя в эту игру, вы, допустим, можете какие-то сценарии в вашей жизни о, допустим, работе с деньгами что? Переписать. То есть, в этом смысл ролевых игр вообще, игры наши. То есть, на самом деле, если вот Роберта Бёрна взять, то есть игры, которые играют люди, которые играют в игры. Вот. Знаменитые две книги его. О чем он говорит? То есть, он американский психотерапевт, который, что сценарий заложили в нашу игру с детства, он вообще нас ведет. Вот, либо сценарий, либо анти-сценарий. И зачастую, ну, на чем, почему сводит? Что наша жизненная цель, это, что из этого сценария в нить. Ну, и различные методы. Один из методов выхода из сценария или анти-сценария, это, что ты его доиграть до конца. Вот. То есть, даже элементарно, есть такой момент, как вот принятие, там, инстинциального кризиса, да? Что из страха смерти. Вот кого убивали на ролевых играх? Ну, все. У кого после этого были красивые похороны, там, не знаю. Нет, меня регулярно перерезали к демонам на алтарее, как бы. Похороны случилось. Ну, скажем так, бывает такое, что человек, к примеру, на ролевой игре, переживая красивую смерть, а потом наблюдая некий вот процесс своих похорон, который его устроит, он уже даже вот этот кризис смерти преодолевает. Почему? Потому что он увидел, что вот если я умру, меня похоронят вот так, как я хотел, да? Потому что нас все, хотели мы это или нет, подсознательно заботят, а что же будет нашим телом просто смертью. То есть, игры помогают и здесь. Вопрос, как эти игры проводить? Проблематика ролевых игр, почему я начал со старой вот этой всей истории, то, что когда мы начинали играть в ролевые игры, к играм никто не относился серьезно. Ну, играют там по лесам какие-то, идут дураки с полками, да? Вот. То есть, в том числе мы сами. То есть, мы общественно создавали такую тему, что, ну ладно, там ролевые игры, у тебя там сейчас. И все говорили, вот он там взрослеет и перестанет этой фигнёй молиться, да? Сейчас уже третье поколение. Да. Ну вот, я взрослел, у меня 38 лет, я никак не могу... Я ролевих, мне стыдно в этом признаться, да? Есть люди и старше меня, да? И даже здесь есть люди, которые чуть-чуть старше меня, и тоже были бросать не собираются. Вот. И, соответственно, возникает вопрос, что оказывается, оказывается... То есть, как говорится в теории психологии, что игры в нашей жизни вообще занимает треть нашей жизни. Но это могут быть игры какие? Осознанные, неосознанные. Мы можем играть у себя в семье, допустим. Мы можем пытаться играть на работе, не понимая на самом деле, что мы играем. Но если мы этот момент игры вынесем вот в отдельную, как бы, зону ролевых игр, да? То жизнь мы будем жить. А играть мы будем идем. Специально отведенным, да, это временем. И вот те самые токсичные люди, которые попадают на игры, они нам что? Они нам мешают. И самое плохое в этом все, что они мешают не только нам, они мешают еще и кому? Самое себе. Давайте разбираться, что у нас есть, какие могут быть игроки токсичные. Ну, первый. Я такую небольшую сделал классификацию. Она может быть не совсем идеальная, но понятная. Значит, первый момент. Это игроки с неудобным поведением. Что такое игроки с неудобным поведением? Да нет. Неудобным для себя или для всех? Для себя это личная проблема, мне кажется. У человека неудобное поведение. Для всех. Тут могут быть разные варианты. Это может быть глупота, которая тебя терроризирует прямо на ролевой игре. И это может быть неадекват, который тебя позволит перед окружающим. Вот тут очень важно, как все в психологии, очень важно разделять этот момент. Когда мы говорим про неудобное поведение, мы говорим про тех людей, которые абсолютно нормальны. Они в жизни абсолютно нормальны. Но на игру они приехали. То есть они когда ехали на игру, они думали, что здесь что-то другое. Понимаете, да? То есть, к примеру, я вроде адекватный человек. Я приезжаю на игру, мне говорят, Игорь, приезжай. У нас там два дня боевки, вообще драться, вонсалово, весело политикой и прочее. Я приезжаю, там костюмы. Я приезжаю, привожу с собой доспех, привожу с собой краих лучших друзей, чтобы подраться. Там смотрю, четыре землякова в мешках каких-то там рваных мухей, там с клюшками, да? А я тут приехал как-то драться. И весь полигон такой, да? То есть вот люди играют в свою какую-то игру, да? Для них она клёвая, для них она интересная. А я буду здесь что, из этой атмосферы выбиваться, правильно? И я для них буду, поскольку большинство игроков с неудобным поведением, правильно? Или, к примеру, точно так, вот с молодёжью часто бывает, да? Человек говорит, поехали-поехали на игру, он приезжает, все вокруг, в бархате, там, в шелках, там, ну, возвышенные. А он такой, пацаны, да вы чё? Жорик, Жорик, мы же с тобой в одном классе учились, да? То есть человек нету, и у него поведение неудобное, да? Правильно? Оно токсичное? Ну, может показаться, что оно токсичное. Как с такими людьми работать? Как вот этого избегать? То есть мы говорим, какие-то методы борьбы, да? Как с этим бороться? Кто-то сказать, это демоксичное. Ну, это вопрос, да. Ну, посмотрим, как боролись, кстати. Не имею с них никогда. Ну, во-первых, надо прокружать хорошего человека, который его выводит сразу. Я точно сразу начинаю речь толкать. Да. Вот смотрите, здесь важный момент. С таким человеком нужно работать, то есть ему нужно дать полноценную информацию об игре. То есть я, когда стараюсь ехать на игру, я очень, там, бегу в фестиваль, там, какой-нибудь реконский, да? Я очень сильно задолбываю мастеров, игроков, организаторов, за это они не любят, да? На фестиваль я бегаю. То есть таксично. Я задаю вопрос, я задаю простой вопрос. Например, там, приезжайте к нам на исторический фестиваль, я говорю, я привезу 15 бойцов молодых доспехов. Что мы там можем делать? Что у вас для них есть, чтобы эти люди к концу дня усталили или спать? Водка. Правильно. Нет, водка. Я говорю, ребята, если они выпьут водки, они не лягут спать. Они, скорее всего, будут, там, искать себе приключения, чтобы, ну, встать, да? То же самое с игрой, да? То есть я вот эти вот моменты поясняю. Но проблема в том, что, ну, как бы, я человек уже проработанный, осознанный, там, занимаюсь психологией и прочее. А здесь вот именно поддерживает контакт с игроком, да? Следующий момент. Следующий момент, да? Почему может еще быть неудобное поведение, вот, как-то, да? Такое. По типологии Бартова надо рассказывать, нет? Надо. Надо? Бартова. Собственно говоря, ну, пару слов. На Западе давным-давно уже люди смекнули, что, когда другие люди играют в игры, на этом можно зарабатывать деньги. Клогично. Клогично, да? А раз можно зарабатывать деньги, надо этот процесс зарабатывания максимально оптимизировать, да? И стали появляться различные теории, герократические, да? И, ну, самая, на мой взгляд, простая, в то же время самая рабочая типология Бартова. Я так немножко криво нарисовал, но мы не можем. Значит, вот здесь у нас. Поехали. 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 Он поделил, ну, скажем так, нашу направленность, к чему мы стремимся вообще подыграя, на четыре направления. Действие или взаимодействие. То есть, человек действует сам по себе или взаимодействует с окружающими. И взаимодействует он с чем, к примеру? Он может взаимодействовать с игроками и может взаимодействовать с миром. То же самое. Он может действовать в отношении игроков и в отношении мира. И когда он всё это поделил, у него получилось четыре типа игроков. Мои любимые киллеры. а, ладно, потом скажем есть достиженцы достиженцы это социальщики скажем так, вот эта типология она очень активно применяется у нас в в онлайн играх сейчас буду обращать, что как можно еще раз прочитать игроки мир, действия, взаимодействия здесь скиллеры, здесь достиженцы здесь социальщики, здесь исследователи итак, начнем, наверное, с скиллеров то есть это те игроки, которые хотят действовать в отношении других игроков совершать какую-то активную позицию иногда их называют манчкин вот, с манчкином, естественно на самом деле, самый высокий процент манчкинов среди людей, которые играют ну, на мой взгляд, в сталках почему? потому что там надо побежать найти артефакт, по пути кого-то застрелять и получать от всего этого удовольствие в целом, вообще, на российском пространстве даже онлайн игр, да, количество киллеров, оно выше, чем допустим, в Европе, то есть в Европе там, в общем, там 10-15 процентов у нас там коллег с до 50 может находить но, понимаете, киллеров в чем? киллер хочет всех нагнуть то есть цель киллера нагнуть всех на игре и одним таким красивым оставаться поэтому, когда киллеров слишком много что? все бегают, ну, банальный сталкер, да? то есть, все бегают, все друг к другу стреляют ну, скажем так, какие-то там социальные взаимоотношения очень сильно, то есть, какие-то сложные структуры не возникают на игре то есть, это игроки зацелены на простой действие плюс киллеры, они чем очень манчкин, хорошо еще чем они, с одной стороны, хороши, допустим, для анвайной игры они любят донатить вот чтобы быть самым трудным ну, а манчкин, в манчкин все играли? да, конечно ну, манчкин, это игра, которая очень хорошо отражает поведение, собственно, того самого игрока киллера надо что? открывать дверь, бить монстров, сраться с друзьями забирать сокровища и брать самые лучшие шмотки вот, собственно, это от киллера чем они хороши? если у вас киллеров на игре нет, совсем игра становится очень умной то есть, киллеры это, я бы еще это назвал, суетологами профессиональными, они наводят на игре суету, да? то есть, вроде такие, все уже там все, всех победили, там и прочее тут прибегает какой-нибудь человек все уже там хотят отдохнуть, выпить там, поспать, прибегают давай короля сверкнем, да? в смысле, короля только вот да я ему уже прелезал, да? вот, и начинаем завтра то есть, это вот достиженцы, какие достиженцы? достиженцы, это люди, которые что? действуют на мир то есть, они любят строить сложные глобальные системы, да? то есть, достижение сможет быть там главой гильдии какой-нибудь, которая будет добиваться чего-то, да? вот, то есть, это люди, вот как бы хорошие руководители в жизни это хорошие руководители, да? то есть, они выстраивают структуру они, в смысле, это над структурой, над некой логистикой и прочее вот, такие люди обычно то есть, если киллер, он приезжает один на игру, может, двумя друзьями, но очень там качественно красиво одетый эти повезут с собой команду вот почему? им нужна структура, да? социальщики социальщики они же тусовщики вот эти люди, которые приезжали за компанией вот, то есть, цель человека поболтать, пообщаться впутаться в какой-то блудняк вот как он себя поведет, зависит от того, в какую компанию он попадет то есть, эти люди хорошо могут там сидеть в кабаке и создавать атмосферу игры, да? но опять-таки они точно так же могут воткнуться в какой-то денш потому что все пошли, я пошел вот то есть, их главная цель это общение, да? общение с другими игроками иногда они могут за налоговник в общении других игроков, особенно если их много ну, собралась такая патио большое количество социальщиков и они, как бы, вся игра закончилась в кабаке, потому что никто из кабака не выходит потому что им храк а отзывы какие? да, а отзывы с игры, да? а все смотрят и думают, что они там вообще дрались, не дрались, что там все сидели, бухгаривали что они, как бы, там костюм его то есть, костюм они наденут если скажешь, что ты что будешь сейчас в костюм? а ты что из коллектива выбиваешься, да? и тут же найдется костюм, все что угодно найдется да, то есть мотивация ну и последний, достаточно редкий особенно на ролевых игроках тип игроков это игроки-исследователи они, их много в онлайн а вы почему? то есть люди, которые любят побегать, посмотреть мир что там новое лежит, да? на наших ролевках мало почему потому что нам создавать сложный мир игры тяжело, как? физически, да? согласитесь, да? то есть мы там, мы можем там 10 квадров там спрятать, да? но вот такой человек, если вы там, не знаю в лесу где-нибудь поставите какой-нибудь идол, да? который никто не будет знать не находится он туда доберется найдет, скажет, что стоит, да? на него это будет самый, скажем так, кайф игры что вот он в процессе игры нашел вот здесь я что-то открыл, да? в принципе, как они еще на ролевках реализуются? можно копать же не в шею, можно копать в клуб, да? то есть поиск каких-то новых механик, да? то есть там люди, которые едут всякими, ну скажем, мамами здорового человека, да? которые идут какие-то исследования еще что-то это вот люди-исследователи, да? исследования-исследователи, да? и теперь возникает момент какой-то вы взяли человека, к примеру, что? а вот у меня вопрос вот вертикальный столбец достиженций и исследователей, получается, что достиженцы, это игроки, которые взаимодействуют с другими игроками все-таки, а исследователи это получается которые взаимодействуют миром то есть они не должны быть поменялись смотри, вот игроки- это те, кто взаимодействуют с миром игры фильмы, да? да, а эти воздействуют на мир игры то есть они его меняют понятно, да? то есть действие- это какие-то где ты меняешь, которые меняют тебя да, то есть ты пошел и нашел Идол в лесу какой-то там, да, ты нашел Идол, он был закрытой локацией, стал открытой локацией, изменился, да, ты получил информацию о том, что он там есть. Понятно, да, ты тоже изменился, да, то есть ты как? Теперь представьте себе, что вы, есть, к примеру, хороший активный группа киллер, да, у вас, вот вы как мастер, да, или вы сам, то есть, ну, понятное дело, что мы все небольшой микс, то есть обычно у нас, вот, я смотри, что вам интересно, да, есть даже там, может, в интернете тесты найти и прочие, которые проходят, определяют это, да, мы все небольшой микс, да, ну, что-то есть более доминирующее, что-то менее доминирующее, да, но, скажем так, если вы взяли игрока киллера и дали ему роль достижаться, то есть заставили его быть главой гильдии, то, скорее всего, как? Он, конечно, может быть, ее потянет, ну, будет там, но при этом, при этом он может к концу игры прийти тем, что он стал тут вообще самым крутым краем на всем полигоне, да, но вся гильдия при этом перемерла голову, потому что у него что? У него вот на нем, да, акцент. То же самое, вы берете социальщика и пытаетесь его заставить чего-то там, не знаю, бегать или нагибать себя, вот, и не будет он никого нагибать, он будет. Поэтому, ну, как бы, здесь при выдаче ролей, при обсуждении их с игроками, вот этот тоже момент нужно, скажем так, зондировать, да, понимать. Потому что в противном случае, что игрок у нас, ну, превращается в того же самого Доксика, почему? Потому что игрок, он, по этому киллеру, хотел всех нагибать, да, а его на самом Нью-Йорк следует. Он нашел идол, а выяснил, что с помощью этого идола он не может устроить вселенский Армагеддон и всем он грозит. Ну, то есть он же или будет искать что-то в лесу, но ему нужно, чтобы он это нашел, он будет искать это не с позиции того, что что-то в лесу находится, а с позиции, что что с этим потом делать, какую плюшку я с этим получу, да. Если он плюшку никакой не получит, свою челюсть, условно, там, не поднимет, не почешет, то он будет, скорее всего, игрой недоволен, потому что, я всю игру по лесам шарился и, наконец, нашел, а это какая-то фигма. То есть здесь, соответственно, возникает такое, условно-токсичное поведение, но его можно убежать, вот этого всего понимаем. Дальше. Другой того, что время у нас ограничено, вторым видом токсичных игроков, то есть если это были условно-токсичные, да, и неудобное поведение, второе, это уже больше психологические игроки. Кто-нибудь со скрессом и неврозом в этой жизни встречался? Значит, представьте себе, что ваш хороший, добрый друг, вам очень известный, ну, не знаю, работает по 18 часов суть. Работает, работает, так, на протяжении года, а потом вот приезжает к вам на игру. То есть, да, это он был великолепным игроком, он был замечательным человеком, но, приехав на игру, что он хочет? Оторваться он хочет, да? А как он будет отрываться? Что для него ответ, да? То есть, что... Милогичные поступки. Да, что там в глубине? Может быть, он хочет внимания, может, он еще хочет чего-нибудь, да? Поэтому вот здесь вот, вот здесь вот, не знаю, человек, может быть, переживает какую-то утрату, там, до сих пор, там, да? Это все может привести к неприятности на игре, да? Плюс еще надо здесь понимать одну очень важную вещь, да? Вот когда вот уже вот переходим с стадии, да? Мы сейчас будем погружаться в всю более сильную токсичность. Вообще, игры в психологии, трансформационные игры, а ролевые игры, в принципе, они относятся к трансформационным ролевым играм. Это ресурсные вещи для ресурсных людей. Для людей в состоянии на полное, в состоянии ресурса, потому что они вызывают очень сильные изменения. То есть, начинают расти новые нейронные цепочки, это энергозаграфы. Если у человека этой энергии нет, то, скорее всего, это приведет к какому-то срыву. То есть, игры для здоровых людей, чтобы просто все понимать. То есть, если у человека уже есть какая-то условная патология, да, ему на игру не надо. Ну, максимум, его можно привести на игру, сказать, чувак, вот тут игра идет, вот тебе чайочек, вот тебе кофеечек, вот тебе пледик. Вот, давай мы с тобой пообщаемся, ты там переключишься и прочее, да? Потому что, если вы заставите его там играть, то, скорее всего, он вам выдаст что-то какое-то. Ну, и как бы за ним тоже следить. Потому что человек в стрессе, и он вообще, в принципе, без внимания оставался в него. Ну, такого, непринужденного, да, что еще этот стресс вызывает. Следующий тип игроков. Ома, мне кажется, что это такие стрессные ролики очень ярко проявляются среди тех, которые сливают роли свои. Вот он только начинает играть, происходит какая-нибудь фигня, все, геймерть не будет. Да. А вместе с ним падает, и выигрывает глаз. Может быть, может быть. Нет, ну, понимаешь, здесь надо было, чтобы от таких вот избегать, да, надо просто понимать жизненную ситуацию человека. Опять-таки надо общаться, да, вот он едет, вот что у него в жизни происходит. Ну, может, у него реально там, ну, там, жена у него умерла, да, а он там, ну, вот он год назад на игру заявился, там, через полгода у него жена умирает, он до сих пор эту ситуацию еще не прошел, да. Ему даже не кажется, что он ее прошел, да, но где-то может триггер какой-то вылезти. У меня, допустим, был момент такой, что, ну, как бы, в моей личной игропрактике был момент, когда, ну, у меня там были тяжелые отношения с девушкой, да, потом прошло N-цать лет, мы уже как бы разошлись с ними, и нам в одной игре, нас мастера столкнули, что у нас теперь должна была там какая-то любовная линия. Естественно, я, ни она, ни сталью играть. Ну, понятно, да? То есть ты себя не перешагнешь, вот эту психотерматизацию как-то. Четвертая. Третья. Абьюзеры. Наши манипуляторы. Абьюзеры, манипуляторы. Значит, что такие абьюзеры, такие манипуляторы? Ну, вообще, надо понимать такую вещь, что когда у нас человек, игрок, токсичен, это значит, что он токсичен не только на игре, он токсичен и в жизни. Просто, возможно, в жизни он что? Эту меломаскирует. Ну, опять-таки, социальное, например, наставление, да, вот. А тут, как бы, ролевые игры, они для этого, как бы, для таких вот вещей открывают, можно сказать, это не я, такой злой, нехороший. Да, это у меня персонаж такой, да? Ну, какие манипуляторы? Что такое манипуляция? Ну, мы, в принципе, все выжить и манипулируем. Что такое манипуляция? Карл, простенькая, допустим, манипуляция. Я могу, там, зайти в кабинет, где валят кофе, да, и сказать, ну, так вкусно у вас валят кофе, да? Не в прямой попросить кофе, да, а просто... И дальше люди что решают? Они такие могут сказать, да, 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 вкусно там, да? И сказать, ой, вкусно, хотите, мы вас угостим, да? То есть я не зашел, не сказал, дайте, пожалуйста, надеть, можно кофе, там, чашечку, да? Можно манипулировать более грамотно. Допустим, я мог вам в начале семинара сказать, что, да, я вас принесу в семинаре по токсичным игрокам, вот. Ну, и, наверное, здесь тоже с ними нас есть токсичные игроки, они вообще любят ходить на такие семинары, чтобы воспорить и согласиться с мастером, да? И в этот момент, в этот момент, да, те люди, которые не токсичные, ну, в принципе, все были, они сказали, да, лучше не спорить, да, лучше соглашаться, да? Вот, то есть это манипуляция, да? То есть я не говорю, не беречь ты мне это мое мнение, оно там... Манипуляция. Есть такие манипуляторы и наивы. Тем более, в любых, они сейчас открывают этот, и они, ну, как сказать, ну... Одно дело, когда они манипулируют по игре, а другое дело, когда они начинают манипулировать с кем? Они начинают манипулировать мастерами. То есть как? Приходят и говорят, допустим, там, вот, там, на такой игре у меня там были такие плюшки, давайте мне там тоже такие же плюшки, да? Или вот, там, ну, то есть начинаются какие-то моменты, да? То есть они пытаются, есть вон, баланс, да, обмена, ты мне, я тебе, да? То есть что-то мастер в игру привносит, что-то игрок в игру привносит, тогда взаимный обмен, да? Здесь они как? Они взаимное объем превращают во что? Дайте, 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 дайте. Качаться хотят. Да, качаться хотят. Квестов нам больше. Нам скучно дайте мне что-нибудь, чтобы я еще там рады получу. Да, 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 да. Ну, если как бы они к киллером не относятся, то это уже, грубо говоря, к манипуляциям. В принципе, кто еще сюда может быть? Есть такие игроки, как Магнит и Драма. Это люди, которые говорят, вот, я вот, как вот, было сказано, что у меня не получилось что-то в роли, все, я не могу играть. Это люди очень любят распускать слухи, любят ссорить всех между собой, там как-то вот это. Ну, что с такими людьми делать? Ну, вот, начиная, наверное, вот с этого вот момента, да, вот с этого момента, какие-то людей, в принципе, на игры пускай не надо. То есть их нужно вычислять и всячески пытаться снижать их количество. Почему? Потому что, ну, они в любом случае пролезут. Но если их какая-то крит масса накапливают, причем эта крит масса, она не такая большая, там, условно, там, 20% полигона, и все уже посырались между собой в процессе игры. Почему? Потому что зашел один человек и сказал, слушай, там Вася, вроде, рассказал, потом к Ваше пришел, слушай, там вот Саша, вроде, рассказал. Нет, абсолютно. А вопрос в чем? Что эти люди, вы поймите такую вещь, в чем проблематик таких людей? У них есть некая психотравма. У них есть некая психотравма, допустим, полученная имя в детстве, полученная имя в общении с какими-то людьми. Им, по идее, бы надо идти с этой психотравмой к психологу. Ну, гештальтисту, например, да, или с КПТ. Ну, лучше там с этим обычным гештальтистом работать, в принципе, они эти психотравмы, но оно из гештальтихологии. И закрывать этот гештальтист. Но психологу он не идет, он приезжает закрывать этот гештальт на ролевую игру, пытаясь эту ситуацию из прошлого проиграть в процессе чего? Игры. Но выливая игра для этого не предназначена. Понятно, да? То есть это то же самое, что, не знаю, там, тебя ногу отрезал, а ты подорожную прихватываешь. То есть может быть, может быть, когда он всех между собой поссорит, ему это и поможет на пару дней. Ну, почувствует там свое величие и прочее, да? Вот сюда тоже очень можно отнести так, кулак тип игроков. Треугольник Карпмана слышали все, нет? Как обычно? Треугольник Карпмана. Это ресурс Парк? Нет, там Карпман был. Он состоит из трех, собственно, ролей. Жертва. А, ну понятно. Спасатель? Жертва, маньяк, он же преследователь. И спасатель. Причем эти люди, они очень активно по этому треугольнику бегают по этим ролям. И в целом, самое опасное в этом треугольнике Карпмана, это вот позиция жертвы. Потому что треугольник Карпмана, он возникает, когда возникает жертва. Вот если как, ну, не знаю, я в ресурсе, я окей, вы окей, все окей, да? Пришел ко мне человек и говорит, Игорь, тебя надо срочно спасать. Что я ему говорю? Мне нужно ничего не помочь. Вот туда, туда, туда. Вот там меня спаси, пожалуйста. Вот меня здесь спасательный, там, там, где-нибудь там. На улице, жевательно думал. Обязательно, я сейчас тебе дам важный совет, который изменит твою жизнь. Да, да, да. Я же лучше понимаю, как тебе жить. Да, да, да. До свидания. Поговори, спасибо, мне очень было интересно. Я, твое мнение очень важно для тебя. Если ко мне придет чувак и как приседует, начнет там за мной бегать, я тоже скажу, чувак, слушай, уйди, пожалуйста, некомфортно, да? Ну вот если кто-то объявляет себя жертвой и говорит, как ему плохо, какие стали плохие левые игры, мы стирание приняли в качестве взноса его старые носки, не знаю, раньше игры были лучше за 100 рублей, глупострояк, кабак и пиво, если мы поили бесплатно, то тут же находятся те, кто ему что, сочувствуют, начинают что, наши зеркальные нейроны срабатывают, эмпатия срабатывает, и мы в этот процесс витягиваемся. И начинается кто-то, кто-то нот, кто-то его спасает, кто-то говорит, да и что, у игры же будет, у нас на самом деле весь трач против игр, он идет по треугольнику карпану. Кто-то пишет, что его обидели, кто-то тут же начинает говорить, да ты ничего не понимаешь в играх, кто-то начинает его защищать. Нет, ну самое неприятное в данном случае не на самой игре, а когда это происходит уже после игры. Не важно, когда это происходит, смысл в том, что вот она схема треугольника карпана. То есть люди после ролевой игры продолжают играть, а в другую игру не особенно. И, заметьте, ну 20 лет я участвовал, сейчас уже не участвую, смотрю на все эти ролевые срачи, ни один ролевой срач никогда не привел к чему? К выработке какого-то решения, да? Он для другого написал. Он просто затихает. А для чего он нужен тогда? Ну, люди проигрывают определенные вещи. Нет, ну слушай, вот я вам просто приведу пример, он не умозрительный прямо, но я не буду, конечно, по-другому стараться. Вот человек играл в ролевую игру несколько человек, по-моему, у них не заладилось, на какой-то момент с ними произошли какие-то игровые действия, которые они не хотели. То есть, ну, погодя, люди уже обманули себе придумали какие-нибудь великими, а тут взяли и обломали. Ну, вы представляете, это ситуация часть игры. И потом заканчивается игра, и начинается в комментариях, она скажет, что вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. Не признавали нашего величия. Вот, а когда их спрашивают, а что вы хотели, ну, вас, ну, не знаю, поймали, например, убили, это вполне нормально, наверное. Они начнут рассказать, как их надо было убивать. То есть, что бы они ни говорили, люди всегда на этот момент, что это не они, ну, то есть, снятие из себя. Это вот, ну, да, вот сюда, манипуляция. Все у них хорошо, они уже придумали, что это не они. Вот. Ну, вот, вот. Они успокоились. Это люди манипуляторы. Вопрос в другом, что, как тебе объяснить, когда их мало, да, можно потерпеть, да, но когда у тебя, говорит, масса, получится, у тебя, не знаю, там, 35% полигона будут таких, которых убивать нельзя или надо убивать как-то особенно, да, с которыми конфликтовать нельзя, надо конфликтовать как-то особенно, да, у тебя, ты игру как мастер, ты станешь просто контролировать. Потому что, более того, даже не с позиции, вот, игры-игры, а с позиции просто выполнения правил. У меня было такое, когда люди просто говорят, на игру приезжают, начинают, а потом после игры говорят, ну, мы вот это правило не соблюдали, а почему оно там, кривогольное, да? Ну, нам не понравилось. И это не соблюдали, и это не соблюдали. А ты вообще, вы в какую игру играете? Вообще, ко мне оно приятно, да? Или приятно, ну, играйте свои, поставьте карты, да? Ну, понятно. Тигратый манипулятор. И вот этот вот, ну, скажем так, вот этот вот третий класс, он, конечно, на наших ролевых играх, он самый частный, самый болезненный. Вот. Мы к нему еще, наверное, чуть-чуть вернемся. По идее, вот таких действительно надо вычислять и не пускать. Ну, все наши черные списки, они зачастую вот стоят вокруг вот этих вот товарищей. Тот же самый, ну, не знаю, человек, который любит на игре пробухнуть, скорее всего, он когда бухает, он входит в состояние жертвы. Пожарите меня, я пьяный. Ну, вот посмотрите, пообщайтесь. А вот дальше он идет в состояние преследователя, да. То есть, смотрите, в чем он? Человек находится вот в состоянии, то есть жертва, она находится, значит, для угольникового можно сказать, в состоянии агрессии. Вот здесь жертва, она в скрытой агрессии. Мне плохо, мир меня не понял. Мир говно. Он переходит в состояние маньяка, да, он может либо сюда перейти, либо сюда. В маньяке он выше, я пойду драться и все разносить, уже открытая агрессия прошла, да. А в состоянии спасателя он идет, вот это называется, причинять добро, да. Он идет причинять добро. Сейчас я вас научу всех играть. Ах, вы не хотите в меня учиться? Я вам сейчас могу разобрать. Да. Когда появляется жертва, как не стать ни маньяком, ни спасателем? Как ты влиться в этот тренингольный карман? По-моему, отлично. Не пухать. Чуть дальше расскажу. Хорошо? Не возможно. Как играть? Нет, очень важно. На самом деле, понимаешь, здесь вопрос просто личных проработок. То есть, вот он начинает тебе ныть, а почему ты откликаешься на это нытье? Вот ты лично, почему тебя это цепляет? О, значит, просто осталось два пункта, они коротенькие, потому что в этом уже как бы. Значит, следующий уровень погружения психики – это психопатия. Психопатия. Психопатия, что это такое? На самом деле, у нас вообще, в принципе, людей-психопатов очень много. Это называется еще ПРЛ – пограничный расстройство личности. Ну, чем оно характерно? Как вообще такого человека отличить? То есть, психопат, зачастую, у него не работает эмпатия. Эмпатия работает неправильно. Вот. Поэтому, здесь надо быть с ними очень аккуратными. Вот. То есть, на игре он может вытворить все, что угодно. А это разве не абьюдеры? У абьюдеров тоже эмпатия не работает? У абьюдеров эмпатия может работать очень хорошо. Это называется темные эмпаты. Они считывают твое поведение. То есть, эмпатия нормального человека, она работает как? Ты видишь, что человеку больно, чувствуешь это и не хочешь ему делать больно. А, допустим, у абьюдеров и где-то у психопатов, но у психопатов там уже зачастую выключено. Вот здесь вот. Он может чувствовать, что тебе больно и давить на это. Ну, понимаешь, да? На чувства вилы и давить, да? На чувства? Своему роду. Как ты тебя зовут? У меня? Юля. Юль, ты меня перебиваешь. Ты точно тебя перебиваешь? Ты перебиваешь, но не первый раз. Как ты знаешь, как неприятно стало, да? Как ты блин, человек... Понимаешь? Вот. Я тебя больной уколол, да? Вот это называется давить боль. Таких болей у нас могут быть миллионы. Триггерные точки, да? Вот темный импакт, он нащупывает вашу вот эту триггерную точку, абьюзер, и будет в это давить. Мы на мастеров обычно как дают? Я же хочу, вот вам, вам помогаю на игру делать. Чтоб у вас была самая лучшая игра. А вы меня не цените. А я уже десять лет на игру ерунду. Понимаете, да? И всегда, всегда, когда вас убрали, вас всегда защищал. Поэтому вы мне, пожалуйста, преференции какие-нибудь взяли. Вот. Поэтому... А вот уже у психопатов, у них обычно эмпатии нет. По большей части, люди с психопатией у них эмпатия. Как их вычислить? Ну, как бы, самые яркие представители психопатии, это нарциссическое расстройство вычистости. Вот. Ну, нарциссов у нас сейчас очень много, это тоже боль нашего общества. Потому что наше общество этих нарциссов рождает. Перествует в обществе. Перествует, да. То есть, как их вычислить? Ну, надо понимать, что человек психопатом просто так вот скот не становится. Он обычно проходит в статюлю невротическую, стрессовую невротическую статю, и потом он уходит уже на реальный удар. То есть, психика уже отключает эмпатию, потому что плохо-плохо-плохо, стресс-стресс-стресс, и он все это отключает. Важный момент. Спросите у человека, как он спит. Сколько ты спишь? Сплю. Ну, сколько часов в сутки? Сколько? Ну, послышалось как. Ну, у меня нормальный сон, это от шести. От шести часов? Ну, ты спишь шесть часов в сутки? Ну, по большей части. Ну, по большей части. По большей части. Вот. Вот смотрите, люди в психопатии не спят. А фильм «Бойцовский куб» все смотрели? А, ну, понятно. Да-да-да-да. То есть, бессонница. И потом, грубо говоря, мозг начинает уже перестраивать эти цепочки. То есть, если человек спит меньше шести часов на протяжении двух недель... Ну, это невозможно вообще. Возможно. Это называется аврал. Нет, аврал-аврал, но в этот момент тебя просто вырубят. Тебя вырубят либо физически, либо у тебя вырубится личность. Ну, все хорошо. Просто поймите одну простую вещь. Я таких людей встречал в своей практике, да? Вот. То есть, любая там сильная депрессия связана к тому, что человек не спит. Шизофрения это тоже... Ну, честно, дальше поговорим. Вот психопатия. Вот человек не спит. Он спит, медь, да. А если беспокойный сон идет? Ну, например, час поспал и проснулся. Вот. Это все вот, во-первых, показатель невроза. Фу, у меня есть невроза. Вот. А дальше показатель, как бы, если этот невроз на протяжении нескольких лет человека не отпускает, и это уже идет туда, как бы, в патологии различные. В психопатии, в психозы. Вот. Причем психопат, психопат, ну, фильм «Американский психопат», кто не смотрел? Да, да. То есть, он тоже очень хорошо, как? Он что? Он показывает обществу, он эмоции учится изображать. То есть, его можно еще отличить по эмоции. Он там хорошо интегрированный, никто же не понимает. Конечно. Он, вы знаете, понимаете, что человек с психопатией эмоции играет. То есть, тот же самый нарцисс, который, он эмоции не испытывает. У него свой спектр эмоций, но он очень хорошо эти эмоции показывает. Да. Хороший вопрос был спросить, как человек спит. Как мастер игроку задавать вопрос. Да между делом вы общаетесь с человеком. Как мастер с игроком не часто между делом общаешься. У тебя, видишь, ну, там сто игроков, которые к тебе планируют приехать. Ты не знаешь всех, кто к тебе приезжает. Конечно. И, допустим, у нас собеседование с каждым игроком, но спрашивать, как ты спишь. Ну, понятно. Это не очень этично выручалось. Ну, у вас, ну, знаете, скажем так, вопрос этичности, он всегда, как бы, для меня, как для психолога, он вторичен. Я с людьми разгородлю любую тему. Почему? Потому что где там эта психотрава укроется. То есть, по-хорошему, если у вас в команде вы взяли себе психолога, да, и говорите, чтобы лучше определить роль, нам там с вами надо пообщаться, вот нам психолог задать несколько вопросов. То есть, адекватность человека, она проявляется на очень простых вещах, простых вопросах. Какое истинничество? Второе. Ну, там. Второе декабря. Второе декабря, да? У нас конвенция. Понятно, да? То есть, поверьте мне, что неадекватный человек может даже дату не знать. Ну, наверное, уже полностью. Вот поверьте мне, нет. В процессе общения ты с человеком поймешь, что основное, типа, адекватный, неадекватный. Здесь-то про скрытые моменты. Может, смотри, если мы говорим про нарциссов. Что там может быть нарциссов? Структура личности нарциссов, то есть всегда, когда говорят про нарциссов, говорят, что это не такие пафосные, все из себя и прочее. На самом деле, как выглядит личность нарциссов? Ну, такая вот схема. Вот здесь вот, вот здесь хрупкое нарциссическое ядро – хня. Вот. Это… Хня. Хня. Вот эта хня – это сознание двух-трехлетнего ребенка. То есть, обычно нарциссизм, он начинает вот с этого умножить развиваться, то есть, где-то там он схватил психотравму, что помешало личности гармонично расти. Он не расставился в развитии. Он не расставился в развитии. Он науки получал, компетенции, личности. И вот эта едва, она очень крупкая, его надо защищать. Чтобы его защищать, он вокруг формирует такой огромный, яркий, красивый, мыльный пузырь. И старается его, что? Как можно дальше от этого ядра… Периодически этот пузырь лопается, падает на ядро, ему больно, он начинает опять его раздувать. Вот. И вся его энергия, весь его ресурс зачастую идут на формирование вот этого… Сейчас, заслушали. Ну, я там извинен. Например, может человек, который специально ради этого достиг большей профессиональности. Да, да, да. Просто пойми простую вещь. Вот я работаю с нарциссами. Человек 8 квартир, 3 бизнеса и прочее. Спит по 5 часов, и он абсолютно несчастлив. То есть, имеет огромный успех, ему не будет. Человек, которого всегда мало. Человек абсолютно несчастлив. Вот ему плохо. От того, что у него 8 квартир, а он там, не знаю, какого-то, там, не знаю, знакомого-знакомого еще девятую не отжал. Ой, мне бы 8 квартир стал барантией. Вот. Вы не понимаете, да? Слово-то признеси. Слово. А что еще, как можно с нарцисса определить? Я тоже так понимаю. Общаясь с нарциссом, особенно если вы в близких отношениях находитесь, такое возникает ощущение, что вы ходите по минному полю. Почему? Потому что ваша эмпатия не работает. То есть, на одну и ту же фразу, в одной и той же ситуации, вы можете получить именно диаметральную противоположную реакцию. С нарциссами эмпатия не работает. То есть, вы вроде бы человеку порешили что-то сказали, он взял и обиделся. То, что нарцисс, это вот манипулятор в квадрате. Лучше ты круто рассказываешь, а мне надо пойти проконтролировать. Ну и последний, как бы пятый. Один, и я тоже, товарищ, посвящался, это когда у человека уже начинается психоз. Ну, два наиболее ярких проявления психоза у людей это... Да. А я к нарциссу, а как с такими общаться? Лучше общаться. Ну, а надо как-то с этим контактировать. А если это за этим человек... Тогда с позиции манипулятора. Да, то есть, работая с нарциссом, надо очень четко обозначить свои личные границы и понимать, когда он того начинает манипулировать. То есть, фактически здесь должен включать эмоциональный интеллект и думать, думать, думать. Вот эту вот фразу сказал. То есть, когда к вам обращается нарцисс, ему от вас что-то надо. Всегда. Он пришел, а он не улыбается. То есть, он вчера вас покрыл матами, а сегодня он не улыбнул, значит, ему что-то надо. И он никогда в прямую не скажет, что ему надо, он будет вас как-то вот подводить к этому. И понимает, что все, что вам говорит нарцисс про вас плохого, ну, к примеру, да, или хорошего, неважно, с вами никак не связано. Это все его манипуляция. То есть, нельзя это брать на свой счет. Понятненько? А если человек вчера покрыл матами, пришел улыбаться, но ему ничего не надо? Ну, это надо смотреть, понимаешь, что он делает? Вы просто, тема нарциссизма, она в психологии одна из самых огромных тем, а вы хотите, чтобы я за пять минут вам все рассказал, как бы, да? Плюс, опять-таки, вообще, нарцисс ли он, привет? Может, у него вчера плохое настроение было, а потом он домой пришел, успокоился и, понимаешь, да? И такой, блин, я, может, в конце концов не говорил, да? Ну, здесь можно как определить? Нарциссы еще характерны тем, что они обычно не извиняются сами, да? Вот. А если он вам извинится перед вами, да? То потом он вам где-то это припомнит. Потому что что? Извиниться перед ним – это удар к боевому нарциссическому другу. Вот. Поэтому... Входите. Правда, у нас тут все загибло, а? Короче. Вот. То есть, нарциссизм, он сейчас самая такая яркая тема в психологии, поэтому все-таки вот так прям быстро рассказать не получится. Но общие признаки понятны, да? Психолог. А какой пример игроков-нарциссов? Пример игроков-нарциссов? Ну, скажем так, игрок-нарцисс, вы ему никогда не докажете, что он не прав. То есть, он мог чего угодно на игре вертеть какую угодно херню, но он будет вам абсолютно... Он вам придет тысячу аргументов... Пафосных. Пафосных. Что это радио онток, что ты что не понимаешь, да? Потому что, как я уже говорил, нарциссы – это просто аукулятор квадрата. Понятно. Ну, тут опять-таки, понимаете, вот именно нарциссов нарциссов. А, да. Их все-таки мало. То есть, надо не путать нарциссов и людей с нарциссическими чертами. То есть, нарциссические черты у нас у всех в каких-то небольших присутствиях. Потому что, как же вот эта фраза сейчас самая прекрасная в этом мире сделана нарциссами? Которые стремятся вот к этому. Вольного пузыря вашего терраста. Я очень сильно с этим поспорю. Просто поймите простую вещь, что нарцисс – это не просто манипулятор квадрат, это еще и газбайкер в квадрате. То есть, он будет стараться бить вашего... То есть, к примеру, вы хорошо пишете, не знаю, правила по боевке вам все говорят. Какие у вас клевые правила по боевке там и прочее. Он пойдет и скажет, я вам читал это. Ну, в принципе, все так нормально. Ну, боевка какая-то слишком много. Боевки там написано. Понимаете, да? То есть, он будет обесценивать, да? То есть, вообще, люди, ну, как бы... Проблематика вот этого вот газлайтинга, да? Что это обесценивание. Когда вы там старались, сделали игру, там, кучу-кучу всего. Приехал какой-то хрен и говорит вам после игры. Знаете? Ну, так, игрушка, конечно, бывала, конечно, лучше. Вы можете пиво в кабаке, пожалуйста. У меня есть пример очень яркий. Ну, ты, брат, мой угол. Да. Пала игра, все прошло, все окей. Ничем пишет. Все хорошо, все отлично, но что там мусор на полигоне, он все-таки мешал. А ты такой думаешь, а вообще, как это... Как это вообще это связано? Ну, вот ему именно вот из всех моментов именно мусор не понравился. У меня была претензия как-то, что у меня на полигоне трава. Нет, ну, скажем так, у меня полигон 12... Есть ли только зон? Нет, где 12 гектаров земли, там протоптанные дорожки, а есть зоны, которые мы еще не обжили, там растет трава, она корючая, да. Но это уже как бы зона, куда не надо идти, потому что игра там не ведется. Но ввиду того, что люди... Нормальные герои всегда идут в ход? Да, да, да. Трава колючая. Зачем вы туда прошли? Дорога покатилась, две газели проезжают, да? Ну, то есть, человек будет всегда искать то, до чего, да, копаться. То есть, нормальный, здорово проработанный человек, он приезжает с игры и говорит... Круто, я съездил, но не круто. Я прорез через крапиву двое дни, а потом уже голодный. И где обдаляется? Это уже вопрос акцентуации, да? Кто-то прорезет через крапиву, скажет, ты чего это поперся, да, кто-то слушает, а я вот прорез. Это вопрос акцентуации. Но, когда человек начинает вот эти вот вещи выносить на яркое такое... Я лез через крапиву на вашей игре, а в кабаке пиво холодное. Понимаете, да? Одно с чем связано, да? Ну вот я хотел после, то есть, как бы, попить пиво холодного, поэтому лез через крапиву, да? И для этого стоило ехать на игру, да? Понимаете, вопрос в чем? Да, 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 да. Психоз. Два самых ярких проявляемых у нас психоза. Это же социальные депрессии. Человек в депрессии, ну тут надо понимать как. И те, и другие не спят. Депрессарики не спят, потому что им плохо. Человек в глубокой депрессии не испытывает почти никаких эмоций. Но самое главное... Модно сейчас говорить, люди говорят, что у меня депрессия, депрессия, депрессия. На самом деле, примерно так. В депрессии человеку становится настолько плохо, что когнитивная система, когнитивный перекус вырубает все вообще эмоции. Но при этом любой человек, который находится в депрессии, почему вот он опасен нам на ролевых играх, он очень хочет показать, что он нормальный. Он боится, что люди узнают, что у него депрессия. Понятно, да? И такого у человека он говорит, поехали на игру. Он такой, боже мой, я же не поеду, а не узнаю, что у него депрессия. Он едет к вам на игру, и там у него случается срыв. Он такой, мол, депрессарики, они любят суицидность. Вот. То есть депрессия, заснувшаяся длительная физическая депрессия обычно берет суицидность, если вы ее не лечите. Но у вас были такие случаи? У меня были люди с депрессией, у меня были люди с суицидными намерениями, но до решения не доходило. Обычно как бы все-таки их вычисляют раньше. Вот. С шизоплейниками все хуже. Это люди, у них в мозгу очень много дофамина, они очень активные, они очень могут вам показаться, о, какой клевый активный игрок, да? Но, скажем так, не дай бог вам такого на игре, потому что, скажем так, у нас есть психбольница, да, грубо говоря, то есть шизоплейники самые счастливые люди. У них дешевый дофамин и прочее. И поэтому ножом кого-то пьют, ну ты же ты делился, вот. Ну понимаете, то есть о них стирается грань реальности игры. Вот. То есть шизоплейник, он действительно может в вашу игру погрузиться совершенно полностью и... Да, 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 заиграться. Ну, что у нас во время не все, да? Если кому-то что-то интересное еще, как в личном порядке, я пока здесь, вот, до вечера, я здесь, да, здесь еще будет игрушечка у нас, небольшой логидок, часть на 13, кабинет, кто хотите, приходите. Вот. Там, по-моему, в 7. Ну, чуть-чуть там, за полчаса пораньше подойдите, я роли там инвентарь раздам, мы поиграем. Если кто-то хочет. Вот. Ну, если не сложится у нас логидок, а не наберем мы там необходимые 10 человек, ну, вдруг так получится. Может быть, там продолжим, поговорим еще что-нибудь. А вы на кинорессию не будете проводить, что это может быть быть? Где? Это южный. Я понял, 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 не знаю. Если позовут, если будет на то в воле Аллаха, то, конечно. Проводите, и проводите побольше, делайте, начавайте, обочине интереснее. Ну, в принципе, ну, скажем так.